Так же как баклажану не вырасти на стебле дыни, бобру не одолеть волка. Но придурки из этого видео думают по-другому. Привет победоносные лепестки сирени! Вы на канале Муэта Си Кей, я Федорович. Покажу вам парочку крутейших ребят, которые решили испытать судьбу злодейку. Начнем мы с поединка, который должен был быть довольно спокойный и веселый. В общем, ради забавы. Лысый боец в красных перчатках, профессиональный боец ММА Джейсон Эллис, согласился принять вызов от репортера-блогера Гобби, который решил запилить видосик, где он боксирует с профиком. В начале боя Джейсон воспринимал это как спектакль, но дерзкий Гобби показал, что он реально придурок и начал лупить со всей силы. Сначала двойкой, а потом попал левым сбоку, а это уже профику не понравилось. Объяснять таким бойцам, чтобы они работали легче, так же бесполезно, как писать цифры на воде. Поэтому он решил перейти к самому действенному способу. Прада все равно в голову не бил, а так хотелось. Но и ударов по корпусу хватило. А вы бы сдержались после того, как этот блогер попал два раза со всей силы в челюсть. Я, конечно, понимаю, что без шлифовки даже алмаз не блестит, но все-таки нужно понимать, кого ты выбираешь шлифовщиком. В этом видео новичок пришел в зал джиу-джитсу и после половины тренировки начал рассказывать, что это какая-то фигня, а не боевое искусство. И на нем все эти приемы не сработают. Он вызвал обладателя синего пояса попробовать применить на нем все эти приемы, будучи уверенным, что у того ничего не получится. Но большие несчастья приходят от малого языка. Мастер джиу-джитсу издевался над новичком как только хотел. Душил, ломал руки, делал болевые на все конечности, пока бедолага не понял, что длинный язык укорачивает переломом руки. А это видео вас удивит так же, как слон на лепестке лотоса. Блогер Эрин решил запилить видосик, где он уничтожает профессионального бойца ММА. Но в сопернике он выбрал Карлика, которого зовут Тайлер. Несмотря на свои размеры, он реальный профи-боец ММА. Эрин на себе почувствовал, что большие несчастья приходят от малых причин, а вернее кулаковинок. Тайлер делал с блогером все, что хотел. Пробивал четкие лоу-кики, проходил в ноги и даже доставал руками в голову, несмотря на то, что у него руки в два раза меньше. Надеюсь, теперь вы задумаетесь перед тем, как обижать маленьких на улице, а то вдруг попадется такой боец. А это Фузи, ютубер, который подкачался в зале и решил, что теперь он боксер. Он провел один любительский бой по боксу, кстати, он в красных перчатках, в котором неплохо отхватил. Но блохе голову топором не рубят, и она думает, что бессмертно. Фузи пошел в зал бокса, одел черный шлем, нашел себе новичка в два раза меньше, чтобы наконец-то сделать нормальный видос. Но и тут его постигла древняя карма колорадского жука. Уже после первого раунда он просто сдох. Но секундант его вытолкал на второй. Фузи лупил со всей силы. А партнер, как видите, работал в полсилы. Все-таки блеск золота ярче сияния Будды. И парню сказали не совсем позорить главного героя. А закончилось все это дело тем, что он просто сдох и не смог продолжать бой. Хоть и сильно расстроился. Но зонтик нужно брать до того, как промокнешь. Больше одной жизни не проживешь, сказал мелкий хейтер, одел белые перчатки и вызвал на бой профессионального боксера Джайсона Джекинса. Что он хотел сделать в этом бою и для чего вообще полез в ринг, знает только муравей, постигший истину рафинированного сахара. Но тот позор, который он испытал, может смыть только сливовый дождь, идущий с Фузи. Джайсон даже в щадящем режиме избивал молокососа как хотел. А в голове у него была одна мысль. Как бы не покалечить этого придурка? Рядом с умным дети и не учась читают. В этом очень поучительном бою отец затянул сына в ринг и решил его наказать за то, что он хейтит спортсменам в интернете, при том, что его родной батя боксер. Сам же сынок был бесполезен, как фонарь днем. Отец боксер явно что-то упустил при воспитании сопляка, который мало того, что сам не занимается спортом, еще и оскорбляет других спортсменов. Но, думаю, этот урок он запомнит надолго. Или наоборот, затаит ненависть и потом всех перестреляет. Это уже зависит от игры, в которую он играет каждый день. Болото по указаниям младенца, которого несут на спине, не переходят. А в ринг, по совету друга задрота, который ни разу там не был, не заходят. Этот бой по ММА прошел в Бразилии, где очередной хайпер решил стать знаменитым, сразившись с девочкой. Вот беда только в том, что он не какущий. Как бегемот, неспособный есть с кувшина, он также был не способен оказать хоть какое-то сопротивление. Сначала бойчиха его душила, потом пыталась сделать болевой на локоть, потом задушить треугольником, потом отправила в нокдаун прямыми, а потом просто забила в партере, заставив нашего монстра сдаться. Не знаю, как насчет знаменитости, но такой позор сможет смыть только водопад с горы Вуданга. В больших делах мелкие недостатки не обдумывают, сказал лохматый турист и полез в ринг испытать себя в бою с тайцем. Это частая история в Таиланде, когда желающие из зала могут сразиться с бойцами в ринге. Но все-таки должно же быть какое-то чувство самосохранения. Наш отчаянный дракон вообще ничего не умеет. Он реально думал, что посмотрев пару боев, он запомнит, как оно там было и покажет не хуже. Нужно отдать должное тайцу. Он не стал сразу убивать рубаху, а просто игрался с ним, сажая на жопу Типани. Ну, иногда давая подзатыльники. В общем, заснул в лодке с парусами, утром берега не увидишь. А попутав берега, можно уснуть в ринге навсегда. На ваших экранах чернокожий профессиональный боец ММА Дерек Льюис, с которым случилась неприятная история. Вернее, не с ним, а с его оппонентом. Длинный язык жирафа не делает из него тигра, но люди почему-то думают по-другому. Когда Дерек пришел в боксерский зал на тренировку, один из боксерчиков начал нелестно отзываться о бойцах ММА, что они никакие. Рук нет и все в таком плане. Дерек предложил ему спарринг, который закончился в первую минуту. Как оказалось, никакой был боксер. Чувак реально не понимал, что практически во всех полнокатактных единоборствах профи бойцы боксируют на очень высоком уровне, так как регулярно включают бокс в свои тренировки. Но после этого побоища он точно изменит свое мнение. Какой придурок вам понравился больше всего? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Пускай поучатся уму-разуму. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите научиться драться в домашних условиях или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.